Всем привет! Это строительный влог и он будет интересен тем, кто хочет покрасить стены. Стены можно покрасить двумя способами. Это с помощью машины и с помощью валиков. Пол дома у нас покрашено валиками и пол дома, в основном большая комната и прихожая, вот вчера докрасили это с помощью аппарата, то есть большого такого компрессора. Он распыляет краску по стенам. Покажу стены покрашенные поляризатором, покажу стены покрашенные валиком, расскажу про плюсы и минусы, которые я увидела. Ну а сейчас к самому началу, как все начиналось. Смотришь, кажется, что просто огромная комната. По факту, даже когда мебель стоит, она уже не кажется такой, потому что здесь обычно стоит стол с улицы. Там у нас беседка и такой уличный стол. Но мы его сейчас используем. Я пока его сюда перенесла. Мы пока его используем как обеденный. Вот здесь он стоит. Здесь когда-то будет стоять другой стол. Это, кстати, зона. Ну, обеденная зона. Кондиционер должен будет когда-то висеть. Здесь будет кухня. Она будет встроенная. И вот здесь будет остров. Вот электричество и водопровод. Все для острова. Остров полтора на два метра. Это зона отдыха. Розетки подведены под телевизор. Также есть напольная розетка возле колонны. Вот. Для чего она нужна? Я очень люблю, когда много проводов и когда их видно. Мне не нравится. Поэтому эта розетка, кстати, стоила полторы тысячи гривен. Ну, плюс работа. Пятьсот. И получилось, что как бы две тысячи гривен розетка. Вроде бы, ну, нормально, да. То есть ремонт, он предполагает такие затраты. Но это всего лишь розетка. Я столкнулась с такими суммами. Ну, знаете, как бы вроде бы кажется мелочь. Но там чуть-чуть, там чуть-чуть. И я всегда как бы удивлялась. Те, которые связаны с ремонтами, наверное, они как бы в курсе событий. А я каждый раз такая, ой, это столько стоит, да. Это ж такая мелочь. Так вот, к чему я. Вот эта вот розетка, она для торшера. Мне очень хочется такой большой-большой торшер, чтобы он склонялся над диванами. Диваны я вам показывала в предыдущем влоге. Они изумрудного цвета, они в виде тетриса. Их можно передвигать как угодно. Потому что если приходят гости или что-либо, то есть можно двигать. Вот. Ну и, в принципе, тут места больше ни для чего и нету. Вот эта вот стена свободная. Мне очень хотелось сюда дерево. Именно такое большое огромное дерево, потому что потолки позволяют, потолки будут где-то 3, 20, может быть, даже больше. Потому что эта комната позволяет, чтобы потолки были высокими. Так вот, я думала, можно, в принципе, повесить зеркало, тоже огромное такое. И будет такое отражение. Но мне хочется дерева. Можно зеркало и дерево, но не хочу наляписто. Потому что, например, мебель, она цвета изумруда. Классное смотрелось бы зеленое большое дерево. Я не обращалась к дизайнерам, поэтому всю мебель, все расставляю и все делаю как бы самостоятельно. Я не знаю, какой я хочу стол. Круглый? Нет. Прямоугольный? Не знаю. Какого цвета должны быть стульчики, да? Но я не хочу, чтобы они были одинаковые с мебелью. Это будет смотреться неправильно. Вот. Я всегда хотела белую кухню, очень хотела. Красивую белую кухню. Но теперь я склоняюсь к другому какому-то цвету. В общем, короче, я пока не знаю. Я, наверное, даже бы посоветовалась дизайнерам. Если среди вас таковые имеются, то напишите мне. Давайте как-то посотрудничаем с вами. Вот. Там будет стоять цветок. Мне здесь хочется тоже повесить занавески как можно скорее, но пока не покрасятся стены, я не могу этого сделать. Поэтому самое первое, что будет после того, как стены покрасятся, это плинтуса и карнизы. Также колонны надо тоже как бы обрамить внизу, потому что должно быть все аккуратненько, красиво. И я подумала, что было бы очень хорошо сделать, знаете как, вот из такой плитки, она у меня есть, сделать такой бортик. То есть, плинтус только из плитки, и оно будет очень круто. Стена будет серая, а плинтус будет такой, как плитка. Будет классно. Я даже знаю такого мастера, он клал нам, ложил правильно или клал, плитку в ванной. Очень хорошо делает, просто медленно. Но сделал прям, я же ванну еще не показывала, и у меня есть целое видео с ванной. Да, надо смонтировать, вам понравится. Запошу, конечно, не очень. Да. Я вам сейчас принесу такой прожектор. Такое какое-то ощущение, что мы вообще здесь не живем, потому что выглядит это все устрашивающе. Я представляю, сколько тут придется мыть полы. Много-много раз. Вот, сегодня покрасили, ну как, не покрасили, а нанесили в грунтовку с краской с помощью вот фулевизатора. Пока только эту стену, но он так долго клеил все это, заклеивал все комнаты, чтобы ничего не испачкать. И завтра будут дальше продолжать наносить, получается, грунтовку. Я только не понимаю, почему мешают с краской. Вообще-то должна быть грунтовка, а потом два слоя краски. А тут получается грунтовка с краской и два слоя краски. Ну, я не знаю. Вот. У меня. На следующей неделе уже все будет покрашено. Ура-ура. Здравствуйте. О, исследователь. Великий исследователь. А потом ты будешь лезть в постель. Красота. Пригодился прожектор. Потому что... А уже все, уже хребается. Все, надо ее на улицу. Пусть она там прогуляется. Помогри дня покраски стен. Первый день. Это грунтовка. Точно так же с помощью пульверизатора. Потом два слоя краски. И вот они. Такой красивый глубокий серый цвет, но не темный. Фирма краски во всем доме одинаковая, только разные цвета. То есть разный цвет. Пол дома покрашены вот в такой. И пол дома покажу чуть-чуть попозже в другой. Вот. Вчера покрасили. Видите? Еще все, все, все. В краске. Это пыль. Именно красочная. Что вот. Слышите? То есть она липкая. Надо все это отмывать. И не знаю просто чем. Сейчас буду гуглить. То есть просто помыть полы, конечно, можно. Но вот он вчера строитель за собой пытался убрать. Чуть-чуть поубирал. Ну, отмыть, конечно, можно. Но я хожу, и они все равно липкие. Вот. Поэтому уборки очень много. Так. В этой комнате поклеенные обои. Я писала в пост в инстаграм. Почему выбрала поклейку обоев? Чтобы удешевить ценник. Потому что покрасить стены гораздо дороже, чем просто поклеить обои. Для поклейки обоев не надо выравнивать стены. Для того, чтобы стены покрасить, надо выравнивать. И это дополнительные затраты. Это стеклохолст и так далее. То есть там много-много работы для того, чтобы выравнивать стены. Обои, они просто скрывают неровные стены. Можно купить плотные, например, там флизелиновые. Или в инстаграме писали, кто за покраска, кто за обои, кто за обои. Получается, вот покраса, свой выбор. И оно имеет право быть. Потому что, кажется, для себя выбирает то, что хочет. Я в этом доме не видела, особенно эту комнату, в обоях. Ну, просто даже не представляю эту комнату, в обоях. Вот. Посмотрите на цвет. Потому что на инстаграме меня уже спрашивали. Говорят, очень красивый цвет. Действительно красивый. Я этот цвет увидела у молодого человека. Он тоже делает ремонт. И у него зал покрашен вот в такой цвет. Я когда увидела, говорила, что я тоже такой хочу. Вот. И мы теперь с одинаковыми стенами. Можно сказать, я повторила. Красивый. Он, знаете, такой, он глубокий, но он не броский. Мастер неаккуратный. Он как бы покрасил хорошо. Он старался, потому что, ну как, я тоже, я как говорю, я дотошна. Я увидела просветы в некоторых местах. Он, естественно, как бы очень дошел второй раз к покраске. Затирал там некоторые места. И когда попадает пыль, она садится на стены. Вот. Как бы я с момента пыталась избежать. Понятное дело, что кое-где вот они остались, да? Ну, это не суть, не так важно, но я же говорю, что меня такие вещи тоже слегка коробят. Вот. Что еще хотела сказать по поводу краски. Она высыхает за несколько часов, что очень хорошо. Это эморсионка. Вот. Поэтому эта моющая краска очень удобная, потому что мы живем уже в том доме сколько, полгода, да? И уже я мыла. И детские мыла, и у себя там мыла, потому что разливалось шампанское. Отлично все моется, все нормально. Вот. Вот эти вот вещи надо будет отдирать, что тоже не прикольно. Видите? Вот это все пыль, но не такая пыль, это красочная пыль. Ее надо сдирать, то есть это тоже не здорово. Вот. Вон там вот тоже я говорила уже, да? Забрызгана. Все это надо отдравить. И есть момент, сейчас я вам покажу. Кстати, я аккуратный. Ему нужна была лестница, хотя по факту я все-таки считаю, что мастера должны приезжать со своими лестницами, со всем своим. У меня эта лестница использовалась дома, для шкафов. Я вешала занавески. Вот. Сейчас покажу нюанс, который придется подкрашивать. И как поступить в данной ситуации, я не знаю. Ну, то есть, это нормально или все-таки? Вот он красил, везде все ровненько, а вот здесь вот-вот. Вот. Это требует докрасить. Не прикольно. Мне это не понравилось. Я ему сказала, ну так надо докрасить. Ну так надо докрашивать. Такой чувак своеобразный. Вот. Он. С ним я еще не расплатилась. Я пока дала только аванс. Но расплачиваться буду с прорабом. Поэтому я покажу это все прорабу. Что он скажет? Я в этом плане как бы могу быть грубоватая. Скажу честно, потому что такой дом не построить без, ну, наверное, мужского подхода. Потому что каждый рабочий пытается тебя нагреть или где-то обмануть. Где-то что-то рассказать, только потому что ты девочка. Вот. Хорошо, что есть много человек, который меня многому учит. Вот. Так, спускаюсь. Вот эту стену не покрасили. Я вам уже говорила почему. Ну, конечно, хотелось бы она в внешний вид у нее не очень. Хотелось бы быстрее кухню, но всему свое время. Вот. Комната уже преобразилась. Вот цвет стен реально дали такую, как объем, какую-то структуру. Прям очень нравится. Цвет очень нравится. Он такой крутой. Да. Обычно стоит дерево, но я его убрала, чтобы показать вам стены. Цвет. Он светлее, чем в зале. Вот. Мне очень нравится. И этот цвет, и тот. Тут сейчас занавески отсвечивает. Но сейчас попробую показать. И структуру хочу показать. Вот так вот выглядит, когда красят валиком. Вот. Мне, конечно, скажу честно, откровенно. Мне больше нравится, когда покрашена поливизатором. Нет вот этой вот пористости. Нет вот этой вот структуры. Она более мелкая. Эта краска ложится ровно. Валик. Он оставляет вот такие вот борозды. Это неплохо. Ничего страшного в этом нет. Но если выбирать, вот смотрите, какая структура валиком. И сейчас вам покажу, какая структура с помощью компрессора. И вот структура, покрашенная компрессором. Более мелко, более гладко. Кто-то скажет, что разница небольшая. Пусть так и будет. Я же говорю, что каждый выбирает сам для себя. Мне больше нравится тогда компрессором, как я уже говорила. Но уборки гораздо больше. Валиком покрасили, и все. А тут, конечно, посложнее с уборкой было. И обратите внимание на цвет стен. Я попробую найти номер этой краски и покажу номер той краски. Вы уже для себя выберете, если понравится, будете иметь в виду. Потому что серый такой холодный. Мне нравится это. То есть не теплый, а именно холодный. Еще нет светильников, да, но вот, чтобы вы посмотрели, как в интерьере смотрится цвет. Что не хочет фокусироваться. Зависит от того, какие будут шторы, какая будет мебель. Все эти оттенки, они как бы дополняют. И стены будут приобретать определенный как бы характер. Именно от мебели, от деталей. Это уже будет в других видео, в другом блоге. Это именно те детали, только в другую комнату. В зал подушки и елочные игрушки. Здесь цветок стоял. Зеленый, он, кстати, тоже дает определенной комнате. Когда заканчиваются черновые работы, вроде бы все чисто, аккуратно, но в основном все равно остаются такие маленькие детальки, где надо пройтись силиконом, где-то еще чем-то. Если у вас позволяют средства, то лучше всего взять дизайн-проект и вам полностью отдадут готовый проект без вот этих вот маленьких деталек. Которые, когда люди делают самостоятельно, и если делают, например, разные мастера, то один валит на другого. Тот говорит, ой, это надо было, чтобы сделал тот. Ой, а тут плохо сделали стенку, поэтому я так покрасил. А тут я покрасил так, потому что, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Когда у вас дизайн-проект, и за все отвечает один прораб и один дизайнер, они несут за это ответственность. Вы принимаете работу и говорите, вот тут мне не нравится, вот здесь вот как-то не так, исправьте. Потому что вы платите за это деньги, и не маленькие. Если вы хотите сэкономить, то вы делаете самостоятельно, но вот с такими маленькими моментами, как у меня. Сейчас покажу. То есть, когда установили входную дверь, я специально не обдирала вот эти вот все пленки, потому что знала, что будут красить. Сейчас покрасили, начала обдирать пленки и увидела, что кое-где надо, ну, как бы доделывать, да, то есть где-то силиконить, где-то там проходиться другими материалами. Я не всегда знаю, что и как, благо я же говорю, что есть молодой человек, который в этом может помочь, подсказать. Вот, но сам факт. Поэтому выбор за вами, красить валиками или пулевизатором, брать дизайн-проект или делать самостоятельно. Я надеюсь, что мое видео вам помогло. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. И до новых видео, до новых влогов. Пока-пока.